МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Статистика Амура, которая неопровержимо свидетельствует о том, что эта команда худшая в ХЛ по игре в первых периодах, казалось бы, сулила удачу Ястребову, явно поймавшим кураж в последних матчах и вышедших на лед платинум арены в роли заведомых фаворитов. Но не тут-то было. Стартовая 20-минутка прошла без голов, без удалений, и первая заброшенная шайба случилась аж на 37-й минуте поединка. Лемтюгов, получив пас на ход от Мартынова, убрал защитника финтон и после впечатляющего индивидуального прохода завел шайбу ворота. Впоследствии этот небольшой хоккейный шедевр был признан самым красивым голом 12-й игровой нетели КХЛ. Секундная стрелка успела пробежать лишь один круг по циферблату, и вот уже саботка находит в чужой зоне Осипова, который открывает счет своим голом за авангард. 2-0. Хабаровские болельщики готовы были впасть в уныние, но, к счастью, в одном из секторов нашелся замечательный охранник, который своим зажигательным танцем несколько скрасил бурюсную атмосферу. Я замерз просто стоять, решил разумеяться, вот это так. В третьем периоде гости довели счет до Крутна. В концовке матча тигры попытались организовать последний навал, взяли тайм-аут, сняли вратаря, но привело это лишь голубь и стужко в пустые ворота. 3-0. 12-я сухая победа ястребов в истории их взаимоотношений с Амуром и наши горячие и искренние поздравления Олегу Шилину с первым сухарем в составе нашей команды на высшем уровне. Ну а хабаровские хоккеисты вскоре после финальной сирены дали такую оценку только что завершившемуся матчу. Мы начали здорово. Второй период провоиграли по заданию. Все, ну, допустили две ошибки, получили два гола не нужно. Я так думаю, считаю, что игра была равна и моменты у нас были. Ну, Вангард хорошая команда, показывает коммуникационный хоккей, заставили нас сегодня подвигаться. Я думаю, зрителям было интересно посмотреть такую игру. Очень жаль, что не смогли мы дотерпеть, не смогли забить туда, где-то не зашла. Как закон хоккея, не заходит тебе, ну, не забиваешь ты, заходит тебе шайба. Ну, так и получилось в этом матче. В нынешнем чемпионате Владивостокский Адмирал уверенно занимает место в кубковой восьмерке Востока, что по большей части связано с его уверенной игрой на своей площадке, на которой дальневосточники уступили в основное время всего-то два раза. Трактору и Кунь-Луни. Впереди моряков по этому показателю только два клуба, не имеющих домашних поражений вообще, Магнитогорский Металлург, а также ЦСКА, у которого в родных стенах лишь одна осечка. Обыграть моряков на льду фетисов арены – задачка еще та. Как будто в подтверждение этой истины именно хозяева льда в начале второго периода открыли счет в этой встрече, воспользовавшись удалением Николая Лемцюгова за задержку ключки соперника. После одного из бросков шайба поскакала на петрячке ястребов и оказалась в воротах после рикошета от конька Фуха. 1-0 в пользу подопечных Александра Андреевского. Уже через 9 минут Николай полностью реабилитировался перед болельщиками авангарда и товарищами по команде. Оставшись в полном одиночестве на чужом пятачке, наш 13-й номер уверенно реализовал большинство, воспользовавшись передачами Медведева и Саботки. 1-1. Ну а на старте третьего периода исход этого матча решил Пережогин, завершив точным броском атаку своего звена. Этот гол, десятый для Александра в нынешнем сезоне, позволил 33-летнему форварду достичь рубежа в 300 очков в регулярных чемпионатах КХЛ. Пережогин стал всего лишь восьмым игроком в истории лиги, кто достиг этой гроссмейстерской отметки. К тому же, этой победной шайбой Пережогин отметил свой 950-й матч в профессиональной карьере. 2-1 в нашу пользу. Авангард стал первой и пока единственной командой в КХЛ, которая в ходе вояжа по маршруту Шанхай-Хабаровск-Владивосток взяла 100% очков. Браво! Великолепный результат. В нынешнем межсезонье ХК «Авангард» обменял нападающего Максима Казакова в адмирал на защитника Никиту Лисова. Но 22-летний игрок обороны так и не провел с омской командой ни одного занятия в ходе предсезонной подготовки. Сначала в Омск пришло известие, что Никита поехал за океан в лагерь новичков клуба Торонто Майпл-Лейпс. А по возвращении из Северной Америки Лисов, к немалому удивлению омской публике, отправился не на берега РТШ, а в чешскую команду Карловы Ваера. В итоге к «Авангарду», с которым он так ни разу и не потренировался, новобранец присоединился лишь в середине сентября, когда чемпионат в КХЛ был уже в полном разгаре. Почему же так получилось? На эти и другие вопросы воспитанник московского армейского клуба Никита Лисов ответил в интервью нашей программы. С ЦСКА чуть-чуть не поняли мы, у нас не получили взаимоотношения с новым главным тренером, который сейчас тренирует, с Дмитрием Квартальным. И было понятно, что будет обмен в другую команду. И мне было без разницы, куда ехать. И хоть получилось, что в «Алдиалсток», тем более я там играл и считаю, что только мне на пользу пошло. Воспринял я положительно. Я и заранее знал, что будет этот обмен. И когда он официально случился, я уже готовился к сезону к этому. И после тренировки Ледова взял телефон, и знакомые начали писать. Поздравляю туда-сюда. Сначала не понял, потом смотрел, обменяли в «Ангард». Только это шаг вперед, считаю. Это топ-клуб, где я должен пробиваться и играть. Национальная хоккейная лига – это мечта для любого парня, любого мальчишки, который сейчас катается с пяти лет. И скауты российские выходили на агента, через агента на меня. И были разговоры, что у меня заканчивается контракт с «Адмиралом». И нет ли желания съездить, посмотреть себя там. И вообще изначально должен был я ехать в «Баффало». И как бы уже сделал американскую визу, но потом вышли в «Торонто». И этот, посовещавшись с агентом и с отцом, посмотрели этот вариант как в более предпочтительном. И отправился туда. Ну и что, если честно, ты не произвел впечатления на боссов «Торонто» или что? Нет, там наоборот, в Америке все сказали, что все хорошо. Я отмечался и голами, и очками в двусторонних играх. И все говорили, что все хорошо, все это. Но сказали, что на первые две пары я на данный момент не тяну. И можешь остаться на основной сбор, на просмотровый контракт. Но это довольно-таки авантюра была бы. Потому что тренинг кэмп основной в октябре, где приезжает 80 человек. И потом, считай, в ноябре бы в КХЛ уже можно было бы не найти места в хорошей команде. Вернулся из Торонто. Там поговорили с руководством Торонто. Они как бы объяснили свою позицию, мы свою. И как бы я понял, что я не хочу принимать те условия, которые они сказали. И начались переговоры с Омском по контракту, поскольку только права принадлежали на меня. И не сразу договорились мы об условиях контракта. И в это время надо было уже как-то тренироваться с командой. Потому что я мог в Москве, под Москвой заниматься на земле. Там, отец мог проводить тренировки на земле. Кататься мог бы, но это не то. И получился вариант с Карлом Варвинем, что я мог там тренироваться и принимать участие в товарищеских играх. И тренироваться, главное, с командой. Может, это было немножко авантюра, но как бы я был в команде, я сыграл пару там товарищеских игр, что мне помогло. Это получилось лучше, чем если бы я один тренировался. Да, мне было тяжело, когда я приехал в Омск в игровом ритме. Просто в игровой практике. Но если бы я там не был, мне было еще тяжелее. У меня там маленькая мечта на матч Барселоны слетать. Все как-то не получается. Любимая команда моя. Вживую хотелось на Криштиану Роналду посмотреть, на Владимира Кличко. У меня спорт это и профессионально с ним занимаюсь, и хобби. Слежу и лишний раз в футбол люблю поиграть. На остальное время не остается. Спасибо тебе большое за это интервью. Спасибо. Вернувшись со Дальнего Востока в ангарскую домашнюю серию, начинал матчем против Тольятинской Лады. Волжане не самая выездная команда в лиге, и это еще мягко сказано. В основное время, вне родных стен, они побеждали только в Екатеринбурге и Астане. Тем неожиданнее для омских болельщиков стало произошедшее уже на второй минуте встречи, когда 20-летний нападающий автозаводцев Денис Зернов бросил, казалось бы, не слишком удачно, но шайба после нескольких рикошетов оказалась таки в воротах фурха. Трибуны переживали этот упс недолго. В следующие 10 минут шайба четырежды влетела в ворота гостей. Сначала отличился Николай Лентюгов. Затем гол оформил Александр Пережогин. Третью шайбу в ворота Масальскиса забросил Антон Бурдасов, отправив голкипера на скамейку. Но и Илья Ежов, вышедший на лед, недолго оставался сухим. 22-летний Илья Михеев довел шаг до крупного. 4-1. Не знаю, с руки так сами сделали как-то уже. Хотел сначала, да, подальнее, но получилось, получилось. Напомню, все это случилось за первые 12 минут матча. Затем, после некоторого игрового затишья, Авангард в середине второго периода реализовывает большинство. Лентюгов получил отменный пас от Медведева на пятак и отправил в сетку свою вторую шайбу в игре. 5-1. Есть. Дубль Лентюгова. Это четвертая шайба Николая в последних трех играх. Авангард продолжил атаковать, но Лада ответила шайбой Никиты Филатова. Это одиннадцатый гол нападающего в сезоне. За два прошлых сезона вместе взятых Филатов в общей сложности набрал меньше очков, чем за первую половину нынешнего чемпионата. Не прошло и восьми минут с начала третьего периода, как Сотникс на удачу зарядил с кистей из-под Осипова. 5-3. Казалось бы, уже давно почившая в Бозе интрига вдруг начала подавать признаки жизни. Но продлилась ее агония меньше трех минут. Пережогин сделал счет 6-3, сравнявшись с Сушинским по количеству заброшенных шайб за Авангард. 171. Таким образом, уже в следующем матче Александр может установить клубный рекорд. Авангард одержал седьмую победу подряд и закрепился на втором месте в Восточной конференции. Что же касается вернувшегося на треневский мостик после некоторого перерыва Федора Конорейкина, то он так оценил действия своей команды в игре с автозаводцем. Я немного опасался после того, как мы вернулись домой. Знаете, всегда после такого выезда бывают на третий-четвертый день такие моменты с оптимизацией, с обратной. Поэтому сегодня как раз вот... А нам, наоборот, удалось хорошо войти в игру. И я соглашусь, первый период. И мы, в общем-то, много реализовали. Сегодня положительная сторона и большинство хорошо работали. И много моментов создали, которые, в общем-то, ну, скажем так, не доработали. Где-то штанги были. То есть в атаке хорошо сработали сегодня. Доволен командой. Тем же вечером, когда авангард на домашнем льду обыгрывал Ладу, в Омск прибыл новобранец Ястребов, нападающий Дэвид Бут. Как выяснилось, прибыл не один, а вместе со своей женой Эшли Бут. Американская красавица везде и всегда сопровождает своего супруга и из сибирских морозов вовсе не боится. Как видно на этой фотографии, не испугайте ее и дикими зверями, которыми, как знает любой житель США, буквально кишат сибирские города. Эшли в девичестве Дерхем в 2006-м стала победительницей конкурса «Юная мисс Теннис». В 2011-м году стала лучшей в своем штате, а затем второй в конкурсе «Мисс США». Кстати, именно в то время она успела познакомиться с будущим президентом Америки Дональдом Трампом. В 2013-м году Эшли впервые посетила хоккейный матч Чикаго и Ванкувера, который стал первым в том сезоне для ее будущего мужа Дэвида Бута. Летом 2014-го года молодая пара сыграла свадьбу. Теперь Эшли не только следует за супругом в любую точку мира, но и тренируется вместе с ними. И еще один глоток позитива напоследок. Лед арены Омск опробовал Мэмфис Аннелёв. Нет, это не новый легионер Авангарда, а сынишка шведского защитника нашей команды Юнуса Аннелёва и его жены Софии. Играть в КХЛ ему еще явно рано, но даже сейчас заметно, что у парня бесспорный интерес к хоккею. Что же в этом удивительное? До встречи в эфире через неделю. И будьте в Авангарде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова